Мы столкнулись с такой проблемой, если мы разработчики, мы занимаемся проектированием системы, проектированием системы, для дополненной реальности, и нету стекла с высоким подростковым деломлением. То есть в России его не производят, его производят Германия. Также есть проблемы с простыми материалами. Я хочу по производственному задать вопрос, здесь их, кстати, нету. Все коллеги, которые здесь присутствуют, они из института. Конференция называется «Перспективы развития производства в России». Наверное, с института все начинается. Такая была гипотеза. Вот почему К-8 хуже, чем БК-7? Обычное стекло. Где все стекло? Где кристаллы? Где кварцы? Ну, отдельно. И это мы еще не перешли к необатру бития, не перешли к каким-то материалам, да, ну вот. А доколе? Наверное, вопрос к Фиану, к Рану. Коллег? Сергей Александрович, можно? Ну, вот по поводу К-8, оптического стекла, кварцевого стекла. Ну, на самом деле, вот в Гусь-Кристальном там все это есть. И вот там, ну там какие-то мелкие фирмочки, более крупные, они производят это. Ну, насколько я понимаю, вот когда оптические компании, которые в Санкт-Петербурге, ну, очень много, да, то есть Питер и Москва делают оптику. Они берут стекло из советских складов. А почему? Потому что либо это супердорого и никому не нужно, либо качество вне очень. И когда мне начинают говорить, что вот есть там какая-то фирма, она не в рынке, Латкарина в рынке. Это же, ну, про производство все. И коллективы, вот в ИДМО, да, вы наверняка знаете Николаев и Ильич Мухан. Ну, это же целая школа, да, и почему-то вузы поддерживают сейчас IT, а Лавене не поддерживают. Ну, для меня это тоже вопрос. Лавене не поддерживают. Вот, коллеги, да, вот у вас наверняка, я просто посмотрел по налоговой, да, но у вас ворочка упала. Вот, процентов на 40. И люди убирают людей, потому что никто не хочет идти за там зарплату джуниора, работать там со своим десятилетним опытом. Проще перелетиться за на полгода в IT. Так что мне кажется, что проблемы для производства они вот тут. Ну, проблема комплекса, это без сомнения. Начиная с того, что, ну, в общем-то, вот так, на вскидку, людей, которые готовят для материаловедческой, скажем, деятельности, ну, в общем-то, готовят химиков, готовят физиков, готовят... А вот так, чтобы материаловедение, ну, вот как-то, ну, в голове не всплывает. Технологов нет, да, то есть... Технологов, да. Токарей нет, да, но и вот поцепочек. То есть производство, оно вот это должно быть поддержано. Создавайте лица и при ваших организациях. Прибирайте туда людей, которые, ну, не блещут. В нынче не публикуются. У меня есть высокарактеровая журнал, публикация в этих журналах. Но проблему это не решает. То есть хватит, решает задачи, которые, там, придумываются с головы. Давайте решать задачи, которые нужны людям. Это, как бы, общая проблема такая. Вот я на примере нашего института могу сказать, что, когда началось, как бы, как это, становление российской власти, то первое, что в нашем институте ликвидировали, ликвидировали стеклодумную мастерскую. Вот вы можете себе представить химический институт, а у нас нет ни одного стеклодума. Проблема. И господствами они нужны. Ну, можно просто делать какая-то попытка вот за счет этого инновации, кластер и прочее, сохранить хотя бы то, что есть на данном уровне.